Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это была песня, рассказывающая о жуткой скуке, но в то же время отдающая невероятной энергии Она была не просто электрической Она была как Ниагара Рамонс обрушивали вам на голову чистый, простой рок-н-ролл Это было серьезной переменой в музыке Это изменило общее течение Они сделали это, они спасли рок-н-ролл Они положили начало движению, панк-року, как мы его называли Даже Нью-Вэйв Потом это распространилось по Европе, дошло до Калифорнии Разошлось повсюду И мы оказались в CBGB Нью-Йорк Именно здесь в 1974 году зародился панк-рок В середине 70-х годов королем было диско Студия 54 в Нью-Йорке была самым престижным местом, которое можно было увидеть и быть увиденным там В моде были клеши, туфли на платформе и стеклянные шары Все хотели танцевать, и музыка того времени отражала эту потребность Но в другом районе города, в Виллидж, формировалась другая культура, совершенно противоположная студии 54 в мире мировоззрения, моды и музыки Именно Рамоунс принесли CBGB мировую славу в качестве места рождения панк-рока Эти четверо молодых людей из Форест-Хиллс, Куинс, казались сомнительными кандидатами на создание новой популярной культуры Они совсем не подходили на эту роль Они лазили по крышам, нюхали клей, безуспешно пытались найти девчонок Ходили по клубам, искали что-то, что могло бы принести им славу Они обнаружили друг в друге общее презрение к популярной музыке того времени И создали группу в 74-м, сменив своей фамилии, чтобы показать единство группы Это была фамилия, которую использовал Пол Маккартни, когда был одним из Битлз Они назвали себя Пол Рамоун, чтобы при регистрации в отелях никто не узнавал его имени Отсюда и появились Рамоунс Когда я впервые их увидел, они вышли на сцену CBGB Дидис сосчитал раз, два, три, четыре, и они начали играть не ту песню Каждый начал играть свою песню Они с отвращением бросили гитары и покинули сцену В тот первый раз они сорвались с катушек Они кричали друг на друга на сцене, то есть из 45-50 минут они играли минут 15 Остальное время они просто сдирали друг с друга аккорды, кричали, оскорбляли публику, которая в свою очередь поругала их Затем они вернулись, и все еще можно было слышать, как они спорят Они вышли, сосчитали до четырех и начали играть Блицкрик Боб Мне показалось, что это лучший из всех концертов В ранние годы они просто сыгрывались, то есть учились играть на своих инструментах, учились играть песни У них была фишка, правда не знаю, чья это была идея Они играли нон-стоп, около 20 песен за 17 минут Это был их сет, в то время это были 17 минут Для нас это был шок, они просто сосчитали до четырех, начали играть и не останавливались И это проняло людей Именно это заставило всех говорить о них и приходить на их концерты До этого местные группы не писали своих песен Каждый раз, когда вы шли в клуб, вы видели группу, играющую чужие песни Было всего два или три места, где можно было играть свои песни Мазерс, Макканзас Сити, Си Би Джи Би Поэтому это действительно шокировало, когда вы отправлялись в клуб и видели группу, играющую собственную музыку И это были Рамонс Мне показалось, что это играют Битлз До и после того, как я впервые услышал Рамонс, я не испытывал ничего подобного Это было прекрасное время, потому что все знали, что мы участвуем в чем-то новом и освежающем Первая песня, которую я записал вместе с ними, была «Я хочу быть усыпленным» с альбома «Путь к руинам» И эта песня взлетела Куда бы мы ни пошли, везде слышали эту песню Ее исполняли даже другие группы Несмотря на то, что Рамонс получили признание и вдохновили панк-движение еще до выхода песни «Я хочу быть усыпленным» Этот гимн 78-го года вознес группу на новый уровень популярности На котором их уникальное мировоззрение имело сильное влияние на разочаровавшуюся молодежь от Нью-Йорка до Токио, Лондона и Варшавы Это универсальная песня, то есть, когда мы записывали ее, мы не думали, что ее примут такой, какая она есть У них должна быть тысяча песен-гимнов, но именно эта песня попала в радиоэфир Когда вышла песня «Я хочу быть усыпленным», все подростки из колледжа втянулись в нее И это немного изменило обстановку Рамонс стали более популярными Мне нравится идея усыпления Вам настолько скучно и неспокойно, что вы должны принимать лекарства, чтобы справиться с жизнью Очень многое связано с тем временем Это было настоящее заявление о подростковой апатии Нечего делать, некуда идти, я хочу быть усыпленным Я сдаюсь, действительно сдаюсь Говоря, что мир давит на меня сильно, что единственный способ избавиться от всего этого, найти психологическое успокоение Это было очень сильно, очень тяжело Это настоящий пафос И я бы сказал, что этот пафос в плане отчаяния, несомненно, может сравниться с Дэл Шэнон или Роэм Орбизоном Мы просто доходим до точки, когда говорим, что с меня хватит, я хочу быть усыпленным Не обязательно лекарствами, но чем-то, что позволит удалиться от той реальности, в которой вы находитесь Эта песня звучала как реклама жвачки Как песня 1910 Фрутгам Компани Кто сильно повлиял на Рамонс, так это Херманс Эти ребята выросли на поп-музыке Рамонс является группой, выросшей на старых музыкантах И громко заявившей о себе в 70-х, 80-х, 90-х и даже сейчас Они взяли многое из поп-культуры, включив в свою музыку серф Элементы женских групп, поп-музыки, британского вторжения Это слышно в их интонациях Когда они впервые добились успеха, я уже знал о них, и это было революционным прорывом Это было что-то, к чему незамедлительно обратились люди моего возраста Чуть за 20 и моложе Мы намеревались хотя бы попытаться избавиться от всего жира, который присутствовал в музыке того времени Когда появились Рамонс Десятиминутные песни, пяти, десятиминутные соло на барабанах Этого уже хватало Были все эти смеси рока, джаз-рока, блюз-рок Рамонс в момент своего появления просто хотели вернуть рок-музыке простоту Музыка панк и рождение Рамонс стали воссозданием рок-н-ролла Они вернули его к основам, основным трем цветам И это было самое прекрасное Не нужно было быть выпускником школы Джулиард Панк был хорошим вдохновлением для множества молодых людей того времени Потому что мы смотрели на группы и понимали Круто! Я тоже так могу! Я думаю, так делали многие Мы сами неплохой пример группы, вдохновившейся панком Мы выросли на идей панка Заключающейся в том, что любой может играть в группе Кто угодно может собраться, написать несколько песен Мы так и поступили Это истинная история ЮТУ Мы просто решили, что мы хотим этого И стали этого добиваться Можно было просто выйти и сыграть Я являюсь одним из примеров этого Я вроде второй волны Как только появились Рамонс, мы собрались незадолго после них Я никогда не играл иной музыки, кроме панка Они делали упрощенную музыку Кричащую музыку Которая позволяла им общаться со слушателями на равных И именно это для меня означает панк Когда панк был создан здесь, в этом помещении Это была музыкальная революция Это был бунт Вместе с этой новой упрощенной музыкой Появилась новая бунтарская и энергичная форма самовыражения Я согласен с определением панка Тысяча нет равна одному большому «да» Я считаю, что это придавало сил множеству людей Это было очень жизнеутверждающе Культура «Сделай сам», которую подчеркивает панк Мне кажется, дала людям ощущение собственных сил Если ничего не останется, я буду крайне активен в отрицаниях Я встану и скажу «Я не могу терпеть этого, я ненавижу это, я не хочу делать это» Вера в себя, жизненные вопросы, способность не сдаваться так просто Вот о чем говорит панк Я помогал обрести чувство собственного достоинства людям, которые были совершенно неспособны справляться с повседневной жизнью Это открывало для них новые горизонты В то время как «Рамоунс» пересекали Атлантический океан, их панк-идеи приняли более напряженный характер Полностью изменив образ британского общества Зачастую появление панк-рока приписывается группе «Секс Пистолс» из Великобритании Но на самом деле первыми были «Рамоунс» Я работал с этой группой в первые два года Был с ними в Англии в первый раз И в то время «Секс Пистолс» и «Клэш» еще только формировались Поэтому все хотели увидеть «Рамоунс» Основа была заложена Были такие группы, как «Клэш», «Секс Пистолс», которые использовали эту основу, чтобы привнести свои культурные интересы в музыку Британская сцена развернулась в социальную революцию, поэтому привлекала гораздо больше прессы В конце 70-х мы выступали с огромным количеством панк-групп И мне кажется, главное, что нас объединяло — отвержение этических принципов господствующих классов Нас объединяло то, против чего боролась система Настоящий стиль панк противился всему, на чем стояла система Классовая система Британии сильно отличается от нашей Эти ребята своими действиями отвечали на массовую безработицу Хэтчеризм, всевозможные репрессии, нищету и тоску В данный момент мы находимся в стране, переживающей экономический упадок Процент безработицы среди населения возрастом 18 лет достиг 60% Когда 60% 18-летних подростков не имеют работы, сидят дома или шатаются по улицам без музыки Которая является чем-то способным занять их воображение и придать сил двигаться дальше В таком случае мы имеем огромную силу, у которой совсем небольшое будущее Может панк-движение и зародилось здесь, но в полной мере оно появилось там, где молодежь стала делать различные прически и носить лезвие в качестве сережек Молодые люди там были активные, активнее, чем здесь У нас нет столь четкого разделения на социальные классы Здесь были различные виды музыки, возможно, было панковское отношение ко всему, но в этом не было нужды Я считаю, что люди испытывали надобность самоопределения Само слово панк не обязательно значит, что вы здоровый или жестокий Это скорее точка зрения Это была не просто музыка, это был стиль, который пришел с ней Их внешний вид был отличительным знаком, так же, как и музыка Черные кожаные куртки, растрепанные волосы в стиле Битлз Рваные джинсы, кеды, футболки Это была стандартная униформа Рамоунс Еще у них было интересно то, что они выглядели одинаково Таких команд не было с тех пор, как Битлз начали одеваться отлично друг от друга Это ощущение избыточности Джеймса Дина Они подхватили ее из фильмов От Марлона Брандо, Дикарей, из популярной культуры И они носили его как униформу и выглядели, как наши Битлз Люди начали носить рваные джинсы, потому что верили, что в таких ходят Рамоунс Рамоунс носили рваные джинсы, потому что они были выношены Но они одевали их на сцене Вот как это случилось Это не было подстроено сознательно, мол, давайте порвем джинсы Все покупали кожаные куртки, кеды, делали дырки в штанах Множество людей по всему миру стали выглядеть подобным образом Много подобного я видел в Японии Я шел по улице и видел, какая одежда на людях И как она преподносится Она была очень агрессивной и стилизованной под панк Мне кажется, в случае Рамоунс она была повсюду Когда песня «Я хочу быть усыпленным» приобрела популярность Рамоунс могли дотянуться до более широкой публики Которая оказалась под огромным влиянием этой уникальной группы И музыкальной революции, которую они подстегнули Я считаю, что любая молодая группа, продвигающая современную версию панк-рока Пытающаяся сделать это путем возвращения к основам Несомненно, в какой-то мере переняла идею Рамоунс Панк-движение, начатое Рамоунс, помогло появиться новому музыкальному и эстетическому направлению Известному как Нью Уэйв Которое было совершенно противоположно подходу с упрощением и возвращением к основам Предположенному отцами панка Лишь в начале 90-х годов оригинальный стиль панка вошел в мейстрим Посмотрите на любую группу, появившуюся после Рамоунс Перенявшую основное звучание рок-н-ролла Тяжелый гитарный звук и отчужденные тексты И первые на ум, конечно, приходят Нирваны Или любая другая группа родом из Сиэтла Спросите их И я уверен, что они ответят, что Рамоунс послужили для них примером к подражанию Все молодые группы оказались под влиянием Рамоунс Мы все были очень благодарны Что может быть еще более лестно? Есть много отличных групп, которые говорят, что оказались под влиянием Рамоунс Но мне кажется, они говорят так, что Рамоунс послужили их вдохновением После того, как они стали популярными в Нью-Йорке, появилась уйма групп, подражающих им У каждого была своя интерпретация того, в какую сторону стоит двигаться Но в основном общим катализатором были Рамоунс Они не оставляли пустого пространства Они сделали новый мир Мне кажется, что Рамоунс открыли дверь в музыку женщинам по всему миру Все движения инди основываются на том, что Рамоунс сделали доступным молодым людям Радиоколледжи, независимые музыкальные лейблы, гаражные группы Возрождение гаражных групп И появилось множество таких команд Мы не думали, что окажем столь сильное влияние Их проблема была в том, что они были столь великолепны и столь просты Что люди просто этого не понимали Мне кажется, с самого начала и до конца высший класс музыкального мира считал их большой шуткой Они никогда не успевают К тому времени, как Нью-Йорк Таймс узнает о чем-либо Это уже мертво, как культурный тренд Но подпольная культура не зависит от этого Рамоунс всегда были в подполье У них никогда не было хитов, которые могли бы подбросить их на вершину У нас были очень преданные последователи Мы благодарны им за это Хотя Рамоунс собирали целые арены После у них осталось мировое наследие, пересекающее поколения Рамоунс были неким культом Всегда присутствовал элемент культа Это было вроде клуба Если вы видели кого-то в майке Рамоунс, в кедах или в черных штанах Вы кивали друг к другу Вы могли видеть в футболке Рамоунс Чаще, чем любые другие О чем это говорит? О том, что люди связывают себя с Рамоунс Недавно двое из основателей Рамоунс скончались Джои в 2001 Диди в 2002 Ближе к концу жизни Джои мог оценить то, что он сделал для музыки Они всегда хотели написать хит И стремились к этому Но в результате такие группы, как Грин Дэй и им подобные Получили всю славу Но то, что все они упоминали Рамоунс Как группу, оказавшую на них наибольшее влияние Было вознаграждением за весь его тяжелый труд Когда Джои умер, это было печально Но нас потрясла мировая пресса Как будто погиб президент Об этом говорили по всем телеканалам Во всех газетах, журналах Это был огромный удар для всех Я очень рада, что Диди Принял участие в посвящении И очень жаль, что Джои не смог Для него было очень важно Он хотел оказаться в холле славы И я благодарен за посвящение от лица Джои Освящение в холл славы рок-н-ролла Это огромная честь Так как вы оказываетесь среди его основоположников Я думаю, они увидели что-то в Рамонс И это что-то им понравилось Они проголосовали, и мы оказались там Это было очень приятное чувство Я считаю, что люди не осознают того, что Рамонс имели такое же влияние, как имели Боб Дилан или Вуди Гатри в свое время Пусть они не были в топе по количеству проданных альбомов Их влияние в десятки раз больше, чем количество проданных записей Вы можете рассматривать любое рок-движение или стиль, появившийся после Рамонс И можете проследить его до самих Рамонс И я считаю, что, как минимум, в этом они были похожи на Битлз Они основали рок-н-ролл так же, как это сделали Битлз Я бы заявил о славе Рамонс так Через 50 или 100 лет они будут известнейшей старой группой всех времен Все хотели бы быть похожими на них Но никто не знал, как это сделать Они затолкали на гору небольшой снежный ком На этом все и кончилось Теперь, естественно, он летит вниз уже как лавина Все больше и больше набирая силу Они спасли жизнь подросткам Все артисты, в которых мы верим, способны дать нам надежду Рамонс вошли в нашу жизнь как безликая и безымянная часть мира Если бы не Рамонс, панк не возродился бы в наши дни То есть Рамонс создали много рок-н-ролльной музыки В общем, добились многого И люди благодарны им за то, что они сделали Рамонс бессмертный Габа-габа-рэй, спасибо Спасибо Рамонс бессмертный Рамонс бессмертный Рамонс бессмертный Рамонс бессмертный Рамонс бессмертный